Ну и для начала хотел вас пригласить на свой резервный канал Электрохобби, который находится на Яндекс.Дзене. Если мои ролики будут удобнее смотреть именно на этом канале, то переходите, подписывайтесь, ну и следите за выходом новых моих видео. Ссылка на этот резервный канал будет в описании под этим видео. Здравствуйте друзья и подписчики моего канала. В этом видео хотел рассказать про активное реактивное сопротивление входной обмотки сетевого трансформатора. Ну и для новичков пояснить такой момент, с которым они могут столкнуться. А именно, допустим вы у себя нашли какой-то трансформатор, который потенциально рассчитанный на работу с сетевым напряжением 230 вольт. И перед тем как его ставить, вы возможно захотите проверить первичную обмотку на имеющееся активное сопротивление. Ну и взяв обычный мультиметр, поставив его на измерение сопротивления, для проверки щупами касаемся этой самой первичной обмотки, а именно входа. И видим, что мультиметр нам показывает сопротивление, вот допустим в этом случае 10 Ом, ну если округлить. Вот этот трансформатор имеет мощность примерно 150 Вт. И для тех новичков, кто уже более-менее немножко хотя бы разбирается с напряжением, током, мощностью, и также уже пользовался формулой закона Ома, то вот это сопротивление относительно маленькое может немножко озадачить. Как допустим было в моем случае, когда я вот только начинал заниматься электроникой. И взяв для проверки трансформатор вот сетевой, по-моему со старого телевизора, мощностью 180 Вт. Ну и когда я измерял сопротивление, даже на том трансформаторе было меньше чем 10 Ом. И первый раз включать такую трансформатор в розетку, почему-то мне было страшновато. Поскольку если воспользоваться законом Ома, и 230 В напряжение сетевое разделить на вот эти единицы Ом, то теоретически получается достаточно большое значение тока. И первомысль была, что что-то с первичной обмоткой трансформатора не в порядке. Хотя до этого тот трансформатор полностью был работоспособный. Если посчитать силу тока для активного сопротивления, вот именно для этого трансформатора, то есть я 230 В делю на 10 Ом, и получаю 23 А. То есть вот этот ток 23 А, по идее, должна потреблять моя вот первичная обмотка даже на холостом ходу, поскольку у меня вот имеется такое значение сопротивления активного. А если для такого тока еще и посчитать мощность, то есть мы 23 умножаем на 230, и по расчетам получается, что этот трансформатор у меня вовсе 5-киловаттный. И вот эти расчеты новичка, конечно, могут сильно озадачить. Но дело в том, что электрические катушки, помимо активного сопротивления, также обладают реактивным сопротивлением, которое проявляется при работе с переменным током. Сейчас я мультиметры поставил в режим измерения силы тока переменного, и буду измерять ток в первичной обмотке на холостом ходу этого трансформатора. И вижу, что у меня реальный рабочий ток всего лишь от 70 мА, а никакие не 23 А, которые ранее были рассчитаны. То есть если сейчас посчитать, исходя из этого тока, который мы измерили, реактивное сопротивление, которым обладает вот эта первичная обмотка этого трансформатора, то мы 230 В делим на 70 мА, то есть на 0,07. И получаю, если округлить, 3,3 кОм, то есть 3300 Ом. То есть активное сопротивление первичной обмотки 10 Ом всего лишь, а реактивное 3300 Ом. То есть разница очень большая. И опять же, это реактивное сопротивление напрямую зависит от частоты. Но поскольку у нас сетевая частота 50 Гц, то имеем вот такое реактивное сопротивление. Если частота, допустим, будет больше, то и реактивное сопротивление также увеличится. И вот эта разница очень сильно ощутима, когда мы имеем дело именно с такими относительно большими трансформаторами. Если брать такие маленькие трансформаторы относительно, ну и на их первичной обмотке измерить активное сопротивление, то вот у таких небольших трансформаторов это сопротивление будет достаточно большое, активное. То есть здесь вот 1,6 кОм, то есть 1600 Ом. И активное сопротивление у таких небольших трансформаторов новичка, конечно, не озадачит особо, поскольку и так интуитивно понятно, что ток здесь будет относительно небольшой. А вот чем больше мощность, допустим, уже от 100 Вт и больше, то вот это сопротивление все меньше и меньше первичной обмотки становится именно активное. И уже для трансформатора 500 Вт активное сопротивление первичной обмотки вовсе может быть там 1 или 2 Ом, а то и меньше. И это, конечно, может сбить с толку. И некоторые могут даже побояться его включать в сеть, поскольку могут подумать, что это не в порядке с первичной обмоткой, и она имеет короткозамкнутые витки. Так что, если вы новичок и столкнулись с подобным явлением, то обязательно учитывайте тот момент, что при работе с переменным током первичная обмотка имеет еще и реактивное сопротивление, которое во много раз больше, чем активное. И вот это именно реактивное сопротивление, которое можно уже таким практическим путем измерить, путем напряжения деления на реальный ток рабочий. И тем самым убедиться, что имея небольшое сопротивление активное, трансформатор будет полностью работоспособный и никаких проблем при подключении его к сети не будет у вас. Но если в двух словах, чем отличается активное от реактивного сопротивления? Активное сопротивление это то сопротивление, которое обладает сам провод, то есть его проводимость. И вот это сопротивление аналогично работе с постоянным током. Но поскольку, как известно, если через катушку пропускать переменный ток, а для переменного тока в начале момент сама катушка своим электромагнитным полем вызывает препятствие движению заряженных частиц через эту самую катушку. Ну и тем самым в начале момент имеет увеличенное сопротивление, которое называется реактивным. И чем больше изменяемость будет вот этого тока через катушку, тем сильнее будет себя проявлять вот это реактивное сопротивление, тем самым будет больше. И при работе с переменным или импульсным током вот этот момент нужно обязательно учитывать. Так что в принципе все, что хотел сказать по данной теме. Ну а на этом пожалуй все. Кому понравилось видео ставим лайки, подписываемся на мой канал, ну и ждем новых видео. Всем всего хорошего, пока. Субтитры сделал DimaTorzok